приветствую давно у нас не было в ремонте на канале айфонов давайте чуть-чуть поправим это дело у нас значит есть работе iphone xr корыто разобрана плата извлечена у нас при подключении питания есть высокое потребление на лбп подпаял контрольную точку согласно схемы вот эта часть у нас происходит нагрев вот этой микросхемы у 3300 вот эта часть находится в коротком замыкании и вот эта часть находится также в коротком замыкании сейчас покажу мультиметром вот этот конденсатор звонится на коротко и тут звонится на коротко то есть получается вот эти конденсаторы у нас в коротком замыкании вот при подаче напряжения на эту линию у нас ровным счетом ничего не греется кроме микросхемы у 3300 тоже сейчас продемонстрирую поставлю на паузу и сделаю запись тепловизора подаем на коннектор видим у нас нагрев самого контроллера питания отключаемся более детально думаю нет смысла увеличивать тепловизор крутить то есть мы видим конкретно нагрев по углу контроллера у 3300 снимаем микросхему вы видите ну теперь мы с вами вас на йогу под о liberation Getting bottle тоже она будет отлично играть чтобы отступили более всегда коротко тяжести хирургой тоже будет при наиболее чтобы все дальше они не учили то есть что а вы в той или же Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну что, давайте пробовать включать, что у нас получилось. За звук сразу извиняюсь, микрофон не подключал. Поэтому звук, скорее всего, будет тиховатый. Давайте чуть пониже сделаю. Давайте пробуем подключаться пока что через вот эту резинку, чтобы не вставить крышку. Вот таким вот образом ставим, чтобы у нас нигде не замыкало. Здесь тоже пришлось снять, ввиду того, что там еще была одна проблема, поэтому пришлось эту крышечку тоже поднимать. Там все это осталось за кадром, но основная поломка все-таки у нас неизменно осталась, поэтому там мелочь. Продолжение следует... Продолжение следует... так думал где-то что-то не сходит у нас тут маленький кусочек припоя затесался вот сюда все на крышке который находится так резинка принципе лежит на своем месте оставлены пока тут есть все соответствует зафиксировали так шлейфы пока защелкну временно вот так чтобы функционал проверить потом все это дело со всеми шлейфами соберем тут еще неизвестно состояние дисплея и батарейки батарейка точно такая себе скорее всего разряжена потому что короткое замыкание было скорее всего в ноль батарейка по нулям смотрю припои накидали не знаю зачем ее там паяли не паяли но чё-то ладно как мы будем запускаться от блока питания чтобы нам все это дело проверить стартует или не стартует так есть пробуем нажать 69 миллиампер 240 миллиампер валя есть яблоко нажимается в общем аппарат запустился но я думаю на этом все у нас вообще аппарата для дружественного сервиса вот они чуть-чуть тут пытались что-то починить но не получилось в итоге попал он к нам теперь в руки вот обычно перед нашими местными сервисами я стараюсь ролики не снимать не то чтобы эта конкуренция но как бы не люблю я делать именно показательную работу то чего не доглядел другой сервис то есть это был бы другой город разницы не было бы а вот когда с нашего города я такое видео стараюсь не снимать то есть не доглядели значит не доглядели то есть по такому принципу а так по сути как видите ребят тут ничего великого и страшного этого я уже много раз показывал видеороликах то есть найти именно неисправный элемент там видео обучающих роликах было тоже правда они сейчас недоступны все закрыты потому что youtube заблочил спонсорство на ютубе именно да и там они там по смешной цене были ролики плюс эти ролики записывались там не с целью именно обучающих роликов а конкретно там одного человека я для него записывал эти ролики ну в конечном итоге они потом пошли на youtube спонсорство так сказать поддержать канал вот но опять же все это превратилось в такую историю что люди стали подписываться и требовать дальше ролики обучающие у меня нет задач именно обучающих роликов делать то есть если они есть они есть то есть можно было просто посмотреть те ролики которые есть по подписке по спонсорской и отписаться от подписки то есть для того чтобы не тратить деньги вот а люди начали там давай дальше ролики 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 то есть у меня задачи такой не было поэтому в итоге конечном итоге youtube сам себе все позакрыл и в итоге что имеем то имеем так на этом все не будем разводить демагогию iphone готов в работе сейчас почти что не беру их не потому что не интересно или еще что-то во первых и много факторов есть которые связаны с ремонтом любой техники то есть для любого сервиса актуально в ремонте техника которая стоит денег то есть если семерка iphone ничего не стоит соответственно сервис ничего не заработает то есть починить то мы починим но актуально ли это для клиента не актуально соответственно более дорогие модели более дорогие модели люди некоторые недопонимают от чего складывается цена того что тут есть сложность цена аппарата дорогая есть риски ну и сам сервис тоже хочет заработать то есть не будет он делать за 2000 ремонт подобный для устройства в конечном итоге эта цена вот пяти по таким поломкам вот многие не понимают откуда такая цена многие думают то купить телефон за 100000 и сделать его за 2000 это типа норма на самом деле это не так то есть разные люди встречаются есть люди которые готовы платить понимают себестоимость что что складывается а некоторые которые купили в кредитом за последние не знают чего с чего ему теперь платить кредит он еще и сломался так что такая вот история так в общем ладно всем пока удачи в работе увидимся в новых роликах я думаю все таки больше будет честно канале по авто тематике блоком и так далее но айфончики тоже будем периодически показывать если будут именно интересный момент и будет именно желание снять потому что они принципе в ремонте есть но снимать не просто их не охота потому что любой мою снятый ролик это какой-то отклик по ютубу и там и так далее там какие-то соцсети начинают с большей интенсивностью приносить именно айфоны я стараюсь от них уйти и больше в блоке перенаправить свое русло потому что как бы более сказать более востребованные да будет этот на данный момент наверное материал вот потому что айфоны рано или поздно с политикой этих яблочников яблочных дурачков испортится я вообще считаю что на данный момент вот если брать компанию яблочников да они выпускают уже 14 айфон который стоит больше там 100 ряда 15 сейчас выйдет и потом так далее 16 поехали поехали но у них нету в линейке ни одного бюджетного телефон который стоит там от 20 до 30 тысяч то есть им нужно выпустить какой-то типа а-ля xr за 20-30 тысяч рублей и пустить их прям в поток чтобы у яблочников был бюджетный рабочий айфон то есть пусть будет он на уровне иксера хотя бы но пусть он будет упрощенный но 20-30 тысяч рублей не больше чтобы человек мог среднестатистически его купить а не так что блять он стоит извините за выражение сотку кому нужен соответственно рынок просто обнищает и айфон просто рано или поздно исчезнут и соответственно какой смысл в них сервиснику когда их будут приносить там от 1 до 3 телефонов неделю ну это то есть ни о чем потока нет соответственно спроса нет и ремонта нету сервисник просто закроется если он будет просто сидеть на жопе ровно и сидеть только на айфоне нужно будет соответственно перекрывать другими ремонтами какими-то более востребованными а если есть другие более востребованные зачем тогда вникать покупать всякие схемы донглы на айфон в общем получается ни туда ни сюда так что такая точка тут конечно можно поговорить о многом но я думаю это как-нибудь в другом ролике в общем всем пока всем удачи